Привет, друзья! Меня зовут Светлана, здесь на моём канале я рассказываю о моей жизни, учёбе за границей. Я говорю огромное спасибо каждому, кто остался здесь со мной. Я была очень счастлива увидеть, что никто от меня не отписался. Я очень вам рада, и я здесь с новым видео. За это лето со мной много всего произошло, и я чувствую себя совершенно другим человеком, а не тем, которым я была вначале, когда только начала вести этот канал. Как вы знаете, я переехала во Францию ещё в конце мая, и всё лето я прожила здесь, в Париже, и за это время произошло много всего необычного. Во-первых, я поступила здесь в университет, и в два университета, которых я и хотела. Это университет Сорбонны и университет Критея. Всё складывалось так, как я хотела, так, как я мечтала, но появилось одно но. Мне не дали визу студента во Францию, и я была не то чтобы огорчена, я была просто шокирована, потому что такое со мной в жизни никогда не происходило. На самом деле, мне в жизни всегда было очень легко, мне удавалось абсолютно всё, что я хотела, и это было моё первое поражение, мой первый удар, и я была в шоке. У меня ещё оставался шанс получить визу, нужно было только оспорить решение посольства, но я много думала об этом, я думала о жизни, о том, что я хочу делать дальше, и я поняла, что я хочу вернуться обратно в Германию, я хочу вернуться в мой университет и продолжить учиться там по многим причинам. Если вам интересно, я могу рассказать об этом в отдельном видео. В общем, друзья, я возвращаюсь в Германию, я также меняю свою специальность. Я серьёзно взялась за свою жизнь, я хочу исправить всё, что было не совсем так, как мне хочется. Этим летом я приняла серьёзное решение. Я решила делать только то, что велит мне сердце, только то, чего хочу именно я. Это часто бывает очень сложно понять, действительно ли это моё желание, или это навязанное мне желание кого-то. Я как будто бы этим летом проснулась. Я решила, что хватит делать то, что я не хочу. Моя жизнь, она уже необычная, она не такая, как принято считать, жизнь нормальной, да. Но я чувствую, что часто я делаю не то, чего я хочу на самом деле. А жизнь всё-таки у нас у каждого одна, и нужно подумать, на что мы её тратим, ради чего мы здесь вообще живём. И я подумала, если жизнь всё-таки одна, я хочу провести её так, как хочу я, а не как ожидают от меня окружающие. Поэтому перейдём к следующей новости. Я решила поменять направление. Я не буду дальше учиться на моей специальности. Это литература и книжное дело. Я посвящаю себя тому, к чему у меня лежит душа, что у меня получается лучше всего, что я делаю всегда с удовольствием. Я посвящаю себя иностранным языкам. Я буду изучать французский и итальянский языки. Французский я уже изучала, как вы знаете, он у меня уже на хорошем уровне. А итальянский я начала учить этим летом. И я буквально с первых же минут, с первого же занятия влюбилась в этот язык. Мне очень хочется. Мне на самом деле хочется хорошо знать этот язык. Я хочу поехать в эту страну. И мне очень интересно. Мне очень интересно изучать французский, итальянский. Намного интереснее, чем изучать книжное дело или немецкий язык. Поэтому я меняю направление. Я очень счастлива. И меня совершенно не беспокоит, что мне придётся учиться ещё три года на этой специальности. Потому что мне действительно это очень интересно. Мне всегда казалось, что языки, поскольку они мне так легко даются, это не работа. Мне казалось, что языки это как дополнение к твоей профессии. То есть нужно уметь что-то другое, а язык приложится и поможет тебе в карьере. Но я выбираю изучать только языки. И я счастлива. И в связи с этим, конечно же, это удивительно говорить. Но я возвращаюсь в Германию. И да, я совсем не грущу. Несмотря на то, что я так хотела поехать во Францию, я так хотела здесь жить. Я не представляю, почему. Но я сейчас так же счастлива поехать в Германию и учиться там и жить. И я просто... Я просто безумно счастлива от тех перспектив, которые сейчас передо мной. И не могу представить чего-то лучшего для себя сейчас. А ещё расскажу вам историю, которая произошла со мной в отпуске и поменяла моё мышление. Она заставила меня проснуться и тоже заставила меня подумать о жизни. Расскажу вам её сегодня. И сегодня я ещё хотела поговорить об очень важном открытии, которое я сделала этим летом. Мы были три недели назад в отпуске. Мы ездили в Германию. Мы были на озере. Отдыхали, загорали. Потом мы были ещё несколько дней в горах. В один из дней мы решили устроить велосипедную прогулку в горы. И это выглядит очень интересно, заманчиво. Я сразу же согласилась. Но потом я пожалела, потому что я очень редко езжу на велосипеде. Я не готова была к таким сложностям. А ездить в горах на велосипеде оказалось очень сложно. И у меня сразу же... У меня сразу же испортилось настроение. Я почувствовала себя беспомощной, обиженной на весь мир. Мне было так тяжело. Я не могла собрать свои силы. Я не могла заставить себя. Я поняла, что у меня никакого удовольствия от этой прогулки не доставляет. Я просто страдаю в этой прогулке. Я расплакалась, села просто в лесу с очень красивым видом. И мне было очень плохо. Я так просидела полчаса, грустила. Но поняла одно, что я сейчас встану, и я доеду до конца. Даже если мне будет тяжело, я это сделаю, потому что я не хочу сейчас сдаваться. Знаете, я поняла, что всю жизнь я постоянно сдавалась. Я бросала всё начатым. Я бросила художественную школу, я бросила университет, я бросала парней, я бросила хорошую работу в аэрофлоте. Я практически бросила свою учёбу в университете, сейчас в Германии. Я постоянно бросаю всё недоделанное. Я чуть было не бросила ютуб. Но я в тот момент поняла, что хватит сдаваться. Если я не научилась этому до сих пор в своей жизни, пора научиться сейчас. И я села на велосипед, и я доехала до конца. Оказалось, что я уже была практически в местном назначении. И потом ещё предстояла такая же поездка обратно. Но я уже знала дорогу обратно, мне было легко. И знаете, во мне как будто проснулись новые силы. Я была на подъёме, я была такой вдохновлённой, я была такой быстрой, я ехала быстрее всех. И я почувствовала, что... Я почувствовала, что вот это оно. Что вот оно, настоящее я. И я поняла, что да, ничто не даётся легко. Если ты движешься вперёд, если ты растёшь, ты столкнёшься с трудностями, со сложностями. Не будет легко в жизни всё всегда. И я не рассказала вам об одной хитрости. Когда мы поехали обратно, мне мой молодой человек дал маленькую конфетку. Это конфетка из фруктозы. И он сказал мне, она повышает настроение. Когда тебе станет совсем плохо на обратном пути, просто съешь эту конфетку. Я её убрала в карман и поехала. Каждый раз, когда мне казалось, что мне сложно, я вспоминала так, у меня есть конфетка. На тот момент, когда мне будет совсем тяжело, я её возьму и съем. И когда я ехала, я всё время вспоминала об этой конфетке. И я думала, когда мне будет тяжело, я воспользуюсь её помощью. Я её съем. Но я всегда себе говорила, нет-нет, это ещё не тяжёлый момент. Ещё будет тяжело, вот тогда да. И это помогло мне продержаться до конца. И эта конфетка так и доехала, не съеденная до места назначения. Но это чувство, что я знаю, что делать, когда мне станет плохо, оно мне помогло. И я тогда осознала, что да, что бы я ни делала, в какой-то момент мне станет тяжело. И на такой случае у меня должен быть план. Я должна знать, что я буду делать в этот момент. Что мне поможет, кто мне поможет, что делать, чем мне себя спасти. Потому что, когда у тебя есть план, когда ты знаешь, что делать, это придаёт дополнительных сил. Чаще всего нас пугает неизвестность. Мы не знаем, как долго продлится этот путь, когда уже я доберусь до конца, когда это всё закончится, когда я уже смогу сказать, да, я это сделала. Я не понимаю, что ещё, что ещё, почему у меня не получается, почему мне так тяжело. Но это всё от неизвестности. Я поняла, что если у тебя есть какой-то план, ты гораздо сильнее, чем ты без плана. Эта история помогла мне понять, что да, меня пугает неизвестность, меня пугают трудности. Но я совсем справлюсь, потому что я могу всё. А ещё я начала заниматься музыкой. Мне подарил молодой человек укулеле. И я начала учить аккорды. У меня уже кое-что получается. Мне очень неловко, но я попробую. Но я начала учиться месяц назад, поэтому у меня пока очень маленький прогресс. И я очень не стесняюсь. И мне кажется, что я просто ужасна. Но я с вами этим поделюсь. Простите, что без головы, но мне так удобнее. Как вы знаете, я начала учиться месяц назад, поэтому, возможно, вам покажется, что я играю ужасно. Но я на самом деле очень счастлива, потому что я всегда мечтала научиться играть на музыкальном инструменте. Я хотела, конечно, пианино, но начала с укулеле. Вот, я очень-очень счастлива, я очень собой горжусь. И я вам сейчас сыграю две мелодии, которые я успела выучить за этот месяц. Там очень похожие аккорды, поэтому мне было несложно. Вот. Если вы узнаете, одну из этих мелодий пишите, и тогда, возможно, я осмелюсь и попробую её ещё и спеть. Но пока просто сыграю музыку. Итак. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вторая мелодия, которую я научилась играть совсем недавно. У меня она пока не очень хорошо получается. А теперь вторая. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok